В Алакольском районе прошел международный форум животноводства Лепсе-2022. Мероприятие инициировано Республиканской палатой Ангус-Казахстан и товариществом Архар-Ла Майберек. Главная цель – разведение племенного скота и повышение экспортного потенциала мяса. В нем приняли участие иностранные специалисты, руководители Мясного союза Казахстана и владельцы племенного скота. В Алматинской и области ЖТСУ активно развивается сельское хозяйство. За последние пять месяцев отраслью произведено продукции на 200 миллиардов тенге. Увеличилось и поголовье скота. Количество крупнорогатого скота достигло порядка полутора миллионов голов. Произведено 128 тысяч тонн мяса и 313 тысяч тонн молока. Последние несколько лет спрос на мясо вырос, как и цены на него. Основные причины – повышение стоимости кормов и логистика. Однако эти проблемы наблюдаются не только в Казахстане, но и во многих странах мира. В связи с этим лучшие специалисты Европы, Северной Америки и Азиатского континента обменялись мнениями и обсудили проблемные вопросы. Один из вопросов – завоз племенного скота из-за рубежа и расширения рынка. Мы презентовали своими иностранным гостям свои возможности. Главная проблема, которую поднимают отечественные скотоводы – это сдерживание цен. В ходе форума обсудили мясное направление племенных пород крупнорогатого скота. Большинство зарубежных специалистов посоветовали обратить внимание на преимущества абердинангусской породы, поделившись технологией ее выращивания, отметив, что для тех, кто покупает эту породу, действуют скидки. Буренки этой породы устойчивы к жаре и морозам. При этом вес быка достигает одной тонны и дает до 600 килограммов чистого мяса. Каким образом нынешняя ситуация на продовольственном рынке открыла дорогу местному бизнесу? Какие меры государственной поддержки показали эффективность? Мы искали ответ и обсуждали ряд вопросов по этому поводу. По этим вопросам я несколько раз приезжал в Казахстан. Также я поделился с технологией выращивания абердинангусского крупнорогатого скота. Международный животноводческий форум продолжился на экспериментальных площадках. Гости ознакомились с деятельностью товарищества Архарла Майбюрек и хозяйств Алаколь Агра Алаколь Асл Жилкоса. Мы специально здесь познакомиться с опытом казахских коллег. Ведь специалисты отрасли этой страны добились больших успехов в разведении крупнорогатого скота. Например, мы слышали, что имея более 8 миллионов голов крупнорогатого скота, в том числе по абердинангусской породы, около 100 тысяч голов. Это отличный результат для столь короткого промежутка времени. Зарубежные партнеры не сомневались, что международный форум – это большая площадка для обмена опытом. И в следующем году они также планируют приехать снова и принять участие в его работе. Айсулу Жандосова, Жаркан Шентаев, телеканал ЖТСУ, Алакольский район.